Привет! Добро пожаловать во влог номер 4 проекта Минус 10 килограмм за 60 дней, используя периодическое голодание Сегодня первый влог после не толь продолжительной, но достаточно тяжелой болезни Я буду рассказывать о своих ощущениях и о мотивации И больше о том, что происходит в голове, нежели в теле Если вы еще не подписались, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх Моя цель в этих видео помочь вам сбросить лишние килограммы Или набрать столь желаемые килограммы А теперь обратно к нашему сегодняшнему влогу Поехали! Начинаем вещание из прихожей Пока, Люба Так, задержу как Сегодня наш влог с вами не будет посвящен каким-нибудь грандиозным темам Относительно биологических процессов, проходящих в организме Во время, после и до тренировок А мы с вами поговорим больше о процессах, которые происходят в голове Сейчас я еду в зал Боже Последние 8 дней я благополучно проболел И в зал я еду действительно первый раз за 8 дней Состояние полного говна Говорить о прогрессе не приходится Потому что если первую неделю я сбросил 2 килограмма Вторую неделю я тоже сбросил 2 килограмма За последние 8 дней я набрал полтора килограмма Потому что активности было ровным счетом ноль Температура у меня была до 39, 38,5, 38,7 Активности ноль Ну и соответственно расход калорий Тоже стал намного ниже Ну и по итогу мы имеем вес с 81 Я добрал до 82,5-3 Очень быстро Где-то дня за 4 Потом последние 3 дня я взялся за процесс всеми силами Попробую включить после сегодняшней тренировки запись весов Посмотрим, что она покажет Оооо, блин, болезнь это просто гадость такая А все почему? Потому что просто упала температура И естественно я не переоделся из футболки Продолжил ходить в футболках, в тонких кофточках Пожалуйста, простуда тут как тут Но тема нашего сегодняшнего влога Больше о психологическом, духовном строе И то, в какую сторону стоит себя направлять Это касается не только спорта Похудения, либо набора мышечной массы Это касается вообще абсолютно любых занятий в жизни Может тот настрой, который вы вносите в это любое занятие И будет предопределять успешность или неуспешность его завершения Сегодня мы с вами посмотрим, например, моего фиаско с сбросом веса На этой неделе Каждый раз, блин, забываю, закрыл я ее или нет Я думаю, это у всех людей, да, такая история Или только у меня Опустились ли руки после того, как я не выполнил намеченные 2 килограмма по минусу? Нет, не опустились Расстроился? Да, расстроился Гладким процесс вообще никогда не бывает Особенно, когда идет речь о изменении себя Желательно в лучшую сторону изменения Как говорил, господи, движуха какая-то Как говорил дедушка Дворецкий из фильма «Бэтмен» «Мистер Уэйн, а зачем мы падаем?» Он говорит, а зачем, Альфред, мы падаем? Для того, чтобы научиться подниматься Но это примерно где-то в этой же области Даже если вы начали процесс работы над изменением себя И у вас не получается сегодня или не получается завтра Не бросайте Потому что именно дисциплина и эффект повторения изо дня в день Позитивной динамики дает результат Сейчас выпьем кофе и заниматься Тут придумали новую дурацкую систему Когда нельзя просто взять кофе Нужно попросить сначала жетончик Жетончик Кофе есть Продолжая нашу беседу о мотивации И о том, что нужно двигаться вперед Как сказал один очень умный еврей С 20 до 30 Вы определяетесь в том, что вы хотите делать И с 30 до конца жизни вы делаете Если вы делаете свой процесс с любовью И вы действительно страстно относитесь к своей работе, спорту Любому занятию, которым вы занимаетесь Вы уже чемпион И когда вы занимаетесь своим любимым делом Вас вообще не будет интересовать вопрос о том, где найти мотивацию Как превзойти лень Потому что лень просто не живет в мире Страсти к своему делу Сегодня в этой первой послеболезни тренировке Мы постараемся выполнить главное условие Не сдохнуть Ну и вторичные условия В виде супер базового упражнения Становая тяга И поработаем с кором То есть это будет пресс Поясница Еще обязательно будут плечи Потому что после работы С супер базовыми упражнениями Такие как становая тяга Нужно обязательно Наши выделившиеся гормоны Разнести по отстающим группам мышц В данном случае я буду работать с прессом И плечами Передние, медиальные и задние То есть будем проходить по всей поверхности плеча О том, как я тренируюсь И о методике моих тренировок Смотрите влог, который называется О тренировках и питании Почему после болезни я сразу начинаю со становой тяги С такого супер базового упражнения Ну потому что я считаю, что Не от лучшего способа вернуться в строй Как сразу к самому тяжелому По поводу веса, который я сегодня подниму Я не знаю Потому что мне тяжело себя поднимать с кровати для начала Поэтому посмотрим Это как в плавании Хочешь научиться плавать Сразу нужно идти на глубину Никаких вот этих вот по чуть-чуть На пол шишечки Сегодня мы сделаем только ручки И пойдем полежим в бане, погреемся Это все херня Нужно сразу в мясо Но с умом, конечно Задача выхода практически выполнена Еще немного И можно идти на водные процедуры Относительно питания во время болезни Очень важно не соскакивать с периодического голодания Но при этом, как я уже говорил сегодня Ранее нужно больше калорий Поэтому мы подключаем еще один дополнительный прием пищи Если просто на периодическом голодании Для того, чтобы худеть Я, например, кушаю с 4 до 6 Один прием пищи И где-то с 9 до 11 второй прием пищи То во время простуды Я подключаю еще один прием пищи Это в их 3 обеда Ранний ужин и поздний ужин Скажем так Вот мы имеем калорийный избыток Это очень важно для того, чтобы поправиться Как можно скорее во время болезни Нельзя находиться постоянно в дефиците Потому что дефицит сам по себе стресс Тренировки стресс И болезнь является самым большим стрессом Стараемся элиминировать все стрессы Кроме самого главного в этот момент Это болезнь Поэтому не тренируемся Подключаем избыток калорий Но избыток калорий Опять же не забываю о периодическом голодании Потому что гормон роста Говорит чудеса Если бы я не кушал после 4 И кушал сразу утром Я уверен, что я бы болел намного дольше Потому что и гормон роста Не давал бы своего позитивного эффекта Такого, как изжиросжигание и восстановление И также он позитивно влияет на борьбу с вирусами Вообще, какой-то происходит сумасшедший дом А мы сейчас с вами поговорим О мотивации еще раз Но только в другом направлении О том, что же все-таки происходит с людьми вокруг Вот объясните мне Почему каждый человек хочет найти Какой-то обходной путь К своей цели Вот только что мне пишет парень Интересный такой молодой человек Я думаю, боже, класс Хорошая форма у него построена Вижу натурал, ничего не использует Вижу сообщения в инстаграме Вот честное слово Думал, познакомимся, пообщаемся Может быть, какую-то коллаборацию устроим вместе Снимем видео У него в профиле написано 100% натурал То есть это означает, что он ничего не использует И он пишет свои мотивационные речи И бла-бла-бла Ну, короче, смысл в том, что Сообщение от него приходит Привет, я только приехал в Прагу Где достать фарму? Какого хрена происходит? Молодой парень И тоже ищет, как Где бы сократить Где бы срезать Где купить фарму? Да я не знаю, где купить фарму Я ни хрена ее не использовал никогда в жизни И эти вопросы люди задают мне на регулярных основаниях В среднем 3-4 раза в неделю Где достать фарму? Где купить то? Где купить все? Я не знаю, ребят Я не использую Стероиды это не путь, ребята Стероиды это путь к инвалидности И не обязательно физической инвалидности А психической Вы не можете заниматься без чего-то Вы не можете добиться своей цели Без использования какой-то гадости Которую вы хотите засовывать в свое тело Я веду этот влог Для того, чтобы мотивировать Для того, чтобы показать Что можно добиться хорошего результата Он не фантастический Но он приемлемый Не используя всякое говно Нет смысла использовать спортивное питание Потому что можно все необходимые калории получить из пищи Может быть только предтренировочные комплексы Потому что они бодрят Нет смысла использовать анаболические стероиды Потому что они испортят вам жизнь Я не говорю о тех людях, которые уже используют Ребята, это ваш путь Пожалуйста Но если вы только думаете об этом Я вас умоляю Не нужно Бодибилдинг это не спорт И нет в нем ничего общего со здоровьем Это извращенный конкурс красоты И война химических компаний У кого больше денег Тот может купить себе больше препаратов И больше обдолбаться этими препаратами Эффект, который вы видите на сцене Он длится несколько часов Но стоит людям здоровья по жизни Люди, которых вы видите в журналах Все эти модели Все эти программы питания Программы тренировок Это все огромное лицемерие Это все неправда Это все продается Потому что спонсируют это компании Продающие спортивное питание Эффект, который имеют все эти модели Он очень краткосрочный В идеальном свете Фотостудии Используя кучу препаратов Ребята, это все надувное Оставайтесь натуралами И будет вам здоровье И долголетие И результат, который вы получите Он будет на десятилетие Сегодняшнюю тему о мотивации Я начал потому, что Я не хочу, чтобы вы начинали Или периодическое голодание Или занятие в зале Только ради конечного результата Важен процесс И если вы получаете кайф В течение процесса То и результат становится Не так уж и важен Занимайтесь спортом И получайте удовольствие от этого Каждый день Спорт это жизнь Это не конечный результат Я только пришел из зала Сейчас проверим вес Итак, момент истины Что же произошло за последние 8 дней 79,4 Итого Минус 1,6 килограмма За последние 7 дней С учетом болезни И полного отсутствия тренировок Трехразового питания Но на периодическом голодании Итого За 25 дней Мы имеем Минус 5,6 килограмма Впереди еще 35 дней Я полон оптимизма И желания добиться результата Вперед А, и вот на всякий случай Фотографии До начала проекта И сейчас Как я выгляжу И какая форма